Ну что, друзья, вот и наступил тот самый 2024 год. Каким он будет, покажет время. А сегодня хотелось бы сделать такую, наверное, легкую программу на отвлеченную тему. Несколько. Не хочется вас грузить, потому что понимаю, кто-то еще по инерции продолжает праздновать, кто-то ходит в гости, посещает елки, места массового скопления, просто отдыхает душой. Это, наверное, сделать нужно, потому что предыдущие несколько лет они были очень и очень тяжелыми. Как мне кажется, нормальным людям все равно надо периодически отвлекаться от всей этой дряни, от всей этой гадости. Поэтому какие-то глобальные масштабные неприятные вещи обсуждать сегодня не будем. Хотелось бы просто продолжить, наверное, тему предыдущего выпуска. Вот этого, кто не видел, посмотрите обязательно. Он вышел в эфир 31 декабря, прямо перед тем, как вы сели за столы. И, как мне показалось, там осталось немного недосказанности. Ну, вернее, не немного, на целую программу наберется. Вот об этом предлагаю сегодня и поговорить. Напомню, а тема там была. Я политикой не интересуюсь, от меня все равно ничего не зависит. Да и комментариев огромное количество появилось под тем выпуском, где прям так и писали. Слушай, ну задолбал ты со своими выборами, задолбал ты со своей политикой. Ну, реально, от меня там ни хрена не зависит, что я там забыл. Ну и вот давайте сегодня попробуем обсудить, может быть, даже немножечко поспорить по этому поводу. Реальная журналистика. Поехали! Вы знаете, отчасти всех вот этих вот людей, я понимаю, потому что в нашей стране, ну так вот получилось, сами политики и сами пропагандисты делают вид, будто бы это какое-то настолько неинтересное дело, вот этим вот вообще не надо заниматься, этим вообще не надо интересоваться, вот так вот промониторить за последние пару дней, что вообще происходило в политической жизни страны. Открываешь любой телеграм-канал, начинаешь читать, и даже несмотря на праздники, Путин позвонил какому-то там хмырю, Путин поехал, встретился где-то там, с кем-то там, Путин высказался на какую-то... И вот так вот вся лента забита, особенно пропагандистских, около государственных и государственных СМИ, Путин, 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 такое ощущение, что нас кроме Путина вообще в стране нет ничего, вот есть один человек, Путин, и вокруг него вертится целая страна, которая растянута на 11 часовых поясов, в которой проживает 146 миллионов человек. Я бы выбрал того, кто вас выпустил, без шагов. Просто вы... В реале же, вот если говорить, что такое политика, я бы это охарактеризовал несколько иначе. Это не то, о чем вам рассказывают по телевизору непонятными словами. Типа консолидированный бюджет, дефицит, профицит, еще какая-то фигня. Нет, там какие-то дискуссии, какие-то заседания Государственной Думы, где тоже прославляют Путина. Нет, политика это, наверное, вообще все, что нас окружает. Вот все, что вокруг нас творится, сегодня происходит, все это и есть политика, это наша жизнь. Это мир, в котором мы существуем, в котором существует любое социально развитое государство, за исключением может быть государство Африки, там действительно нет ни политики, ни жизни, ничего. У нас пока какая-никакая жизнь есть, а значит есть какая-никакая политика. Простой пример. Вот ты выйдешь сейчас на улицу, пойдешь на ближайшую автобусную остановку, и будешь ждать автобуса. Придет он, не придет, это уже другой вопрос. Но вот ответь мне сам себе, честно, даже не мне. Тебе это важно? Ну, конечно, тебе это важно. Потому что если автобус не придет, ты вынужден будешь по морозу тащиться куда-то на 11 номере, на своих двоих. А вот это и есть политика. И от того, как часто будут ходить автобусы, будут ли они вообще ходить по этому маршруту. Пенсионеры микрорайона «Зеленая роща» редко покидают пределы двора. В поселке вновь перестал ходить автобус. Многие пожилые люди просто не в силах преодолеть большие расстояния пешком. До центра 4,5 километра. На такси дорого, 150 рублей в одну сторону. Иду в аптеку. Еле иду. Сколько можно, еб? Или другой пример, пожалуйста. Мы с недавних пор, у нас маленький ребенок, вы знаете, два года с недавних пор, мы с женой каждое утро вводим своего ребенка в детский садик. Ну, чаще, конечно, это делает жена. Нам повезло. Скажу сразу, детский садик находится прямо у нас во дворе. Вот буквально выходишь из подъезда в пяти минутах ходьбы от подъезда. На полном серьезе, в окно видно, вот пять минут, и ты в детском саду. Больше скажу, у нас во дворе находятся два детских садика. На расстоянии там 100 метров. Примерно до каждого идти одинаковое расстояние. Но это нам повезло. А каким-то людям, которые тоже вводят своих детей в нашу же группу, повезло меньше. Потому что у них во дворе детского садика нет. Это тоже политика. Это уже называется социальная политика. Или социально ориентированная. И опять же, политики или власти принимают решение, какое количество детских садов должно быть в том или ином районе. На какое количество мест эти детские сады должны быть рассчитаны и бла-бла-бла. Другая серьезная проблема – нехватка детских садов. В Клецком районе на очереди стоит сегодня 250 малышей. В поселении Захаровском отсутствие дошкольного заведения также доставляет немало трудностей. При этом здесь даже есть пустующее здание сада. Он был закрыт много лет назад, а теперь нуждается в хорошем ремонте. Это грустно или весело? Это печально. Ситуация со школой зато обратная. Тут же во дворе есть школа. Вот точно так же она стоит между двумя этими детскими садами. Пять минут пешком от подъезда до входа в эту школу. В сентябре, в мае, когда тепло, когда открыты окна. У нас звонок дома слышно. В школе звонит звонок. У нас дома слышно. Но наш старший ребенок, пасынок, которому 13, он не ходит в эту школу. Он вынужден ходить в школу, которая находится в 4 автобусных остановках от нашего дома. А вот в это он не ходит. Как думаете, почему? А все очень просто. Потому что школ не хватает. Потому что за долгие годы наш микрорайон очень серьезно расстроился. Понастроили новых домов. Вот незадача. Дома-то построили, а инфраструктуры нет. То есть школ, детских садов нет, их не хватает. Мы ходили в эту школу, разговаривали с этим директором. Говорили, слушай, нам по прописке положено. Тогда ребенок в шестом классе учился. Директор сказал, я все понимаю, я ничего не могу сделать. У меня прямо сейчас 7 или 8, что ли, шестых классов. В каждом из этих шестых классов по 30, по 35 детей. Ну куда я возьму вашего? Вот все из этих новостроек идут к нам. Потому что мы ближайшая школа, других нет. Там есть на районе еще 3 школы, но самое свежее 1986 года построить. И с тех пор ни черта не строить. Этим тоже должны заниматься были власти. Но мы же политикой не интересуемся. Мы же с них не спрашиваем. Нам же всем не интересно. Мы заняты тем, что у нас кредиты. Что надо заработать какие-то деньги, чтобы накрыть новогодний стол. И бла-бла-бла. Итог? Нет школы. Итог мой ребенок. И я думаю, дети огромного количества из вас вот точно так же вынуждены таскаться хрен знает куда. За 4 там автобусные остановки. Это еще хорошо. Это еще близко. Потому что есть целые поселки, откуда люди ездят там, дети те же. Там за 10, за 20, за 30 километров. И нет никаких школьных автобусов. И это все, вот это все политика. Нет школы, нет деревни. Жители поселка Азиакова Бураевского района обратились к Российской партии народного управления с призывом о помощи. Три года назад в деревне закрыли детский сад, а в прошлом году селяне расстались и со школы. Из-за этого молодые семьи вынуждены оставляют свои дома и покидают родное село. Почему в деревне ликвидировали последнее образовательное учреждение, выясняла Наталья Овчарук. То, что ты не интересуешься политикой, или вот как мне написали, вот в комментариях в предыдущей программе, я не хочу участвовать в этом фарсе, я не хочу признавать эту власть. Я не хожу, не голосую, потому что я ее не признаю, мне наплевать. Мне не нужна эта власть. Хорошо. Тогда можно я задам тебе встречный вопрос? А вот эта вот твоя позиция, она каким-то образом помогла тебе решить хоть одну проблему? То есть вот ты не признаешь эту власть. Хорошо, я согласен, ты не хочешь с ней никак взаимодействовать. Ты ходишь такой с фигой в кармане, ишь, да хрен я пойду участвовать в этом господина справедливо. Но появилась ли в результате вот этой твоей деятельности, в результате вот этой твоей позиции, может быть новая школа, может быть новая больница у тебя в районе, может быть запустили новый автобусный маршрут, как-то это помогло решить твои проблемы. Может быть зарплату тебе увеличили. Ты пойми, ты-то их не признаешь, но ты от них зависишь. Вот ты от них зависишь. Так или иначе, нравится тебе это или не нравится, но ты будешь зависеть от этих людей. И ты можешь сколько угодно сидеть на попе ровно, кричать, вот так вот я говорю, даже не так вот с фигой, а в карман ее засунул, да я вас всех вертел, да, на понятно где и на чем. Но им-то от этого ни горячо, ни холодно. Мне, знаете, напоминает эту вот историю с нашими ватниками, которые любят кричать, да я в американский Макдональдс не ногой. Ну, любили кричать до того, как американский Макдональдс еще были. Да их как как-колу пить не буду. Ну и что, американцам от этого ни горячо, ни холодно. Больше скажу им вообще насрать, будешь ты ходить в этот Макдональдс или нет. Он все равно будет работать. И американцы будут получать с этого деньги. И американский бюджет будет за счет этих Макдональдсов пополняться. Почему? Да потому что Макдональдс работают по франшизе. И когда ты не ходишь в американский Макдональдс, да, ты этим самым не американцев наказываешь. Ты наказываешь нашего российского предпринимателя, который купил франшизу этого Макдональдс условного, да. И он теряет деньги. Соответственно, деньги теряет страна, бюджет Российской Федерации. Люди остаются без работы. А американцы за свою франшизу уже все давно получили. Поэтому нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Как сказал один небезызвестный персонаж. Да я пойду в люк набухаюсь. Вообще, на самом деле, это очень плохая практика. Я не знаю, кто сделал этот врос, но сделали его еще в конце нулевых. Вот это самое, я политикой не интересуюсь, вдруг откуда-то появилось. Потом стало очень популярным вот это вот высказание. Все равно там, на выборах от нас ничего не зависит. А я-то еще застал те времена, когда те же нулевые депутаты, например, вынуждены были шевелить задницами и что-то делать для того, чтобы их элементарно переизбрали на следующий срок. Просто приведу один пример из своей жизни. Я помню, вот прекрасно помню этот момент, когда спешу однажды утром на работу, пробегая там через соседний двор, шел на остановку. И вот там стоял какой-то депутат, без камер, не поверите, просто так. Он выехал в территорию в очередной раз что-то там где-то проверить и распекал коммунальщиков. И говорит, ребята, вы тут охренели, у вас труба течет. Вот эти вот все дома, они несколько дней сидят без воды, два дня вам, два дня, если вы не устраняете течь, если ваши сантехники не перестанут жрать водку и не займутся отделом, и я забросаю, с жалобами прокуратуру сядешь. Вот этому главе коммунальных служб он говорил, реально через два дня, я потом специально поинтересовался, тут течет, там даже меньше, чем через два дня все проблемы были решены, депутаты вынуждены были так поступать. Вот этот случай я рассказал не потому, что депутат был такой хороший, а просто потому, что ему хотелось избраться, просто потому, что они зависели от нас. И ты знаешь, то, что произошло сегодня, по большому счету произошло только нашими стараниями. Да, сегодня, вот когда мы перестали интересоваться политикой, когда мы наслушали каких-то там очень умных в кавычках людей и решили, что действительно от выборов ничего не зависит, сработал эффект бумеранга. Мы перестали ходить на выборы, а эти перестали быть заинтересованы не в том, чтобы что-то делать для нас, потому что, ну, сам посуди, поставь себя на место этого кандидата. Вот ты тут ходишь, что-то делаешь, да, решаешь какие-то проблемы, пусть локальные, мелкие, но решаешь, как это было, повторюсь, когда-то, когда люди политикой еще интересовались. Но при этом ты прекрасно понимаешь, что вот эти вот люди, жильцы этих домов, жильцы вот этого района, они все равно не придут на выборы, там явка будет 20%. Нахрена мне рвать задницу? Нахрена мне тратить силы, средства, время свое, мне как кандидату, если я понимаю, что все равно никто не придет на выборы? Не проще ли нанять какого-то пропагандиста за три копейки? Набрать какой-то массовки за 300 рублей, причем на всех, да, там раздать им какие-то протухшие макароны, не проще ли снять сюжет, который даже по телевизору не обязательно показывать, скинуть на флешку и отправить наверх, в Москву, где посмотрят товарищи по партии, начальство, все посмотрят, ну, ну, что-то, что-то, как движуха, давай его в список включай. И вот тем самым мы открыли вот этот вот ящик Пандоры, когда кандидаты перестали быть заинтересованы в нас, как в избирателях, потому что они потеряли нас, как избиратели. Да, кстати, Владимир Владимирович. У меня вот такой вопрос. Я автор-любитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем вам машина-то не будет? Если нет дороги, зачем машина, где вы ездите? А нам и что? А нам и нормально. Мы же русские люди. И мы пришли к тому, к чему пришли. У нас началась вселенская пока зубаха, но мы продолжаем и дальше. Делать вид, да нас это не касается, да переждем. Вот читаю опять же комментарии. Мы ждем перемен, мы ждем революции. Слушай, ну ты можешь еще там 100 лет ждать. Я приводил этот пример в своем новогоднем поздравлении. Мы ждем. Чего мы ждем? С 99-го года сидим, чего-то ждем. Вот наступил 2024-й. Вот через пару-тройку недель мы всей моей семьей будем отмечать юбилей моей матери. Который исполнится 75. А в 99-м году, когда Владимир Владимирович только пришел к власти, мы тоже отмечали юбилей моей матери, но ей в тот момент исполнилось, внимание, 50. А теперь, да, вот просто оцени, что называется, да, 50 и 75. Почувствуй разницу. 50 она была молодой, в общем еще женщина. А потом сидела и ждала. Вот сидела и ждала. И в итоге вот через несколько недель ей будет 75. Да и я в тот момент был молодым, в общем парнем. Мне было там 20. А сегодня уж 45. А через 5 лет самому, как матери, в 99-м будет 50. А мы все сидим и чего-то ждем. Уже все украли. У нас украли прошлое, у нас украли настоящее, у нас украли будущее. У них-то вообще украли, если говорить про поколение моей матери. Так и у нас уже практически украли. Но дальше больше. Помните, пару лет назад я вам рассказывал, радостно записывал, выкладывал, по-моему, в телеге, в тиктоке, на ютубе тоже. Что, ребят, я стал отцом, наконец. Я стал отцом, у меня родилась дочь. С тех пор прошло 2 года. Моей дочери уже 2 года. Сейчас она там в соседней комнате, мама ее укладывает спать. Уже ходит в детский садик. Давайте еще, давайте теперь подождем, когда моей дочери будет 50. А мы все будем сидеть и ждать вам, что много жизней, бог отмерил. Ты правда думаешь, что у тебя будет какой-то второй шанс? Ну, как в спорте, да? Вот это важный матч, а этот не очень важный. Товарищеский, да, вот давайте сыграем товарищеский матч. Да нет, ни хрена подобно. У жизни вторых таймов не бывает. Товарищеских матчей тоже. Интересуешься, не интересуешься. Еще раз повторюсь. Вот от того, что ты выбрал такую позицию, я эту власть не признаю. Что-то в твоей жизни поменяет. Это как-то сработает в лучшую сторону для тебя. Да нет, ты как зависел от них, так и зависишь. Попробуй выйти вот даже в одиночный пикет сегодня. Тебя ведь загробастают. И твоя отмазка, что а я не голосовал за эту власть, а я ее не признаю. Она тебе хоть как-то поможет, да нет. Тебя, как и меня, который вынужден эту власть признавать, точно так же оштрафуют. Ты ничем в данном случае от меня не отличаешься. Ну, ты почему-то тешишь себя какой-то иллюзией. И да, не спрашивайте меня, так что же ты предлагаешь-то? Для начала я предлагаю осознать вот это вот здесь. Осознать, что нет, от меня что-то дозависит. Я хоть каким-то образом, но должен проявлять свою гражданскую активность. Для начала мы все должны осознать, что мы граждане, а не скот. Что мы не ждуны, потому что до тех пор, пока мы будем ждать, нас будут иметь. Во все дыхательные и пихательные. Поэтому пока вот проходят новогодние праздники, я бы вам посоветовал подумать еще и об этом. Это реальная журналистика. Спасибо, что вы слушали. Увидимся, услышимся. Пока-пока.